Здравствуйте, дорогие пользователи интернета! Впервые в 2009 году новый выпуск программы «Нереальная политика». Ее старые ведущие, ваши добрые друзья Андрей Колесников, я, Дина Канделаки. И сегодня, как всегда, большой подарок для всех пользователей интернета – Михаил Шац. Что касается темы, здравствуйте в первую очередь. Привет, привет. Понятно, что когда находится в гостях у нас Михаил Шац, мы будем говорить о бизнесе серьезном, о серьезных деньгах и о политике. Михаил, мы пригласили вас для того, чтобы с одной стороны прокомментировать, вопрос, который решен уже с Украиной, а с другой стороны выяснить, почему вообще такие вопросы уже ежегодно стали доброй традицией в канун Нового года решать вопрос с Украиной. Начнем по порядку. Ну, то есть, вот мы сегодня записываем передачу в тот день, когда договоренности между премьер-министрами обеих стран уже достигнуты. Ну да, и кажется уже непререкаемым. И жители Молдавии, и жители Венгрии, все наконец-то согреются, и в Украине тоже все будет хорошо. И о том, что будет завтра и вообще, давайте сегодня поговорим. Как вы считаете, кто победитель в этой войне? И вообще, если вот взять историю газового конфликта, которую вы наверняка тоже наблюдали, вот как вы считаете вообще, а почему эта война возникла, и может ли она закончиться, или закончилась ли она сегодня? Ну, во-первых, я считаю, 20-процентная скидка, это нормально. Всегда. То есть, это рождественский такой абсолютно сейл, и это укладывается в рамки... Рождественские 50 вообще нормальный сейл уже сейчас. Да? Да, конечно. Ну, честно говоря, вот в мебельных, я вот сейчас иногда хожу по мебельным магазинам, дают до 30% сейчас. Нам же не делают скидку ни Азербайджан, ни Туркомияния, правильно, у которых мы покупаем газ по 300, правда же? А мы все-таки, смотрите, берем и делаем скидку. Ну, договорились, вот согласно, согласно, да, 20% это неплохо смотрится. Во-первых, это уважение и к покупателю, в какой-то степени. И желание продать. И желание продать продавца. А скажите, вот вы... И европейские ценности не пострадали, да, ценности в буквальном смысле. То есть, Украина перестала быть единственной страной, с которой Газпром никак не мог договориться о рыночной формуле на газ. Чтобы Украина у нас покупала по цене рынка, со скидкой, правда, 20%. Никто, даже уже почти убедили в этом господина Лукашенко, да. Украина вот оставалась одна такая страна. Вот, и теперь она вместе со всеми покупает этот газ. Но при этом президент Ющенко, насколько я помню, всегда призывал нас переходить на рыночные, европейские отношения. Поэтому, мне кажется, даже это хорошо, наверное. Я вот сейчас заметил, Тина, что вы все-таки в каком желто-блокитном варианте вышли сейчас на экран. Я хотела быть с косой как-то, да, чтобы... У вас желтая лилия в глазах и абсолютно блокитное платье. Ну, вот как вы считаете, если бы я была, допустим... Но этим сходство-то ограничивается, по-моему. Нет, но это позиция тоже, мне кажется. Абсолютно. Причем ярко выраженная, с намеком. Месседж, мне кажется. То есть, вы считаете, что раз Юлия Тимошенко на последних переговорах с Владимиром Владимировичем Путиным была в черном, это тоже была позиция. И сегодня, сегодня, во время завтрака, да, мы обсуждали у нас платье, Юлия Владимировна. Вот это я знаю. Это был как всегда новый бетон? Нет, говорят, что было черное, наглухо закрытое платье, а сзади, от сих до самого, так сказать, сих, молния. Да, я тоже обратила на нее внимание. Это не просто молния, да, и не просто от сих до сих. Да. Вот, я-то это видел своими глазами. А, вот расскажи. То есть, это и есть тот самый кинжал за спиной? На самом деле, во всех этих переговорах есть единственная тема, на которую действительно интересно поговорить. Вот это молния. Потому что я даже в репортаже, который написал, что наличие такой молнии, беспрецедентной абсолютно молнии, на наглухо черном платье госпожи Тимашенко, свидетельствовала, наверное, о том, что она готова на максимальные уступки, вообще говоря. То есть, в ходе этих переговоров, я имею в виду. Она готова быстро, так сказать. Она на все уступки. А вы знаете, кстати... Молниеносно, так сказать, отреагирование. Если, допустим, обратить внимание на ее, ну, скажем так, поведение, на ее реакцию, даже на ее мимику, вот если обращать, то во время выступления совместного премьер-министров обеих стран у нее было достаточно... Как вам сказать? У нее было удовлетворенное лицо. Абсолютно удовлетворенное. Это было важно. Ну, как и любой женщины, которая получила 20-процентную скидку. Это нормально. Я вот так прикинул вообще о том, что получилось-то, и понял, почему у нее мог быть удовлетворенный вид, даже и без всякой скидки. Там штука вот в чем, как мне кажется. Соглашение, которое будет подписано, может быть, завтра и готовится сегодня, оно начинает действовать с 1 января 2009 года по новой цене на газ. А и будет меняться раз в квартал в соответствии с изменением вот этой вот европейской формулы. А цена на газ зависит от цены на нефть. Цена на нефть упала очень сильно. И в следующем квартале цена на газ, которая с разрывом в полгода считается, она очень сильно упадет тоже. И газ, на самом-то деле, будет стоить всего-навсего 250 долларов за тысячу кубометров. А мы-то сейчас, сейчас звучит цифра 470, да, очень убедительно. А будет стоить 250, плюс скидка. Минус, к сожалению. Да, ну, для Украины плюс. То есть всего 200 долларов за тысячу кубометров. Ну, покупать это. То есть Юлия Владимировна Димашенко договорилась с Владимиром Владимировичем Путиным о том, что Украина будет покупать этот газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров. А сейчас она покупает, вот весь прошлый год, да, на 18 долларов всего-навсего дешевле. То есть, на самом деле, это триумф украинской дипломатии. Так, вот подождите, вот здесь очень интересный момент. Вот, Михаил, как вы считаете, вот есть три человека в Украине. Это, естественно, Виктор Янукович, это Юлия Димашенко и это президент Ющенко. Ну, там есть еще люди. Какие-то, да, но в основном эти три человека, они все время самые главные. Вот как вы считаете, Михаил, вот президент, который, в принципе, он являлся инициатором всей этой газовой войны, думал ли он о том, что все договорятся? Выгодно ли ему, что именно Юлия Димашенко договорилась? Или вот ваши ощущения внутренние? Почему президент Ющенко решил устроить, в принципе, инициатива исходила от него, устроить вот эту вот газовую информационную войну? Нет, ну, любая война, она решает многие проблемы. Маленькая победоносная война всегда решает массу проблем. А для президента Ющенко какие проблемы эта война может решить? Мне кажется, всех проблем президента Ющенко она не решит, конечно, потому что они достаточно солидные. Полная проблема президента Ющенко, наверное, тема отдельной программы, и вряд ли мы сможем сегодня все эти проблемы обсудить. Но они есть, это явно, абсолютно. И вот какую-то часть проблем он снял вот этой маленькой войны. Интуитивно, как всегда, вы абсолютно точно сказали, конечно, какие-то проблемы у него есть. И основная проблема его, насколько мне известно, заключается в том, что у него падает рейтинг. И вообще, если у него рейтинг, это тема отдельной передачи, как бы высказались. И вот на этом фоне ему же абсолютно невыгодно, чтобы Юлия Владимировна договорилась. И вот как вы прогнозируете, вот завтра, когда она вернется, или там сегодня же ночью себе домой, будут ли ее обвинять в том, что она предательница? Вызовет ли это отдельный конфликт между премьер-министром Украины и президентом? Потому что они действуют отдельно, абсолютно отдельно. Ну, вы знаете, так, пророчествовать, это не мой профиль. Я готов обсудить то, что вот мне расскажут люди, я готов высказать свое мнение. Что там будет по возвращении Юлии Владимировны в Киев, мне понять очень сложно. Конечно, я надеюсь, что вот при раскладе математическом, который Андрей Блестящий нам сейчас продемонстрировал, потом, может быть, уже после отставки Юлии Владимировны все поймут, что она хороший премьер-министр. В смысле, вы имеете в виду, она уйдет в отставку для того, чтобы включиться в предвыборную гонку, в президентскую гонку вы имеете в виду? Или это тоже, да. Или может быть то, что ее отправят в отставку президент Украины, например. Конечно, конечно. Потому что, ну, как она... Иногда она уйдет в очередной раз в оппозицию. Но в государственной измене ее трудно будет упрекнуть, учитывая то, что я сказал, да. Она спасла Украину. Она спасла Украину, но был ли президент в это время с ней? Вот я так понимаю, что как премьер-министр... А он не спас Украину. Поэтому в случае президента будет она, а не он. А вот подождите, я правильно понимаю? Поправьте нас, Михаил Мадрид, если мы ошибаемся. Она сказала, мы дали... Это его гнетет. Мы дали соответствующее указание, сказала она сегодня. То есть она дала указание господину Дубине, правильно я понимаю? Ну, не знаю, может быть, господину Ющенко. Она вот не уточнила, кому она дала указание. Ну, то есть указание по поводу того, что газ пошел, дает она, правильно я понимаю? Ну, на Украине, на украинской территории, да? Ну, примерно... А Дубина, я извиняюсь, конечно, просто... Это человек, да? Человек, да, и инструмент, естественно, одновременно. Не, ну, после этих переговоров уже не совсем человек. Это просто Дубина. Ну, заметьте, вот, если говорить о Дубине в узком и широком смысле этого слова, то Россию в течение этой войны в очередной раз обвинили в агрессии в том, что Россия использует газовую дубину. Это все время Дик Ченни ввел этот термин, когда он... Так, украин использует газовую дубину. А вот видите, как все, как оказалось-то? Удивили. Где сейчас Ченни? Готовятся к завтрашнему позору своему, и все, и завтра о нем забудут все уже. Вы считаете? Уверен, конечно. Ну, не знаю, президент Буш уходя сказал, что все-таки он уходит и оставляет страну в ожидании врага, который рано или поздно на нее нападет. Вот видите, он уходит и еще оставляет страну, а у нас уже все понятно. Вы думаете? Конечно, враг есть у нас. Это кто? Украина. Получается, мы же воевали с ней сейчас, мы все участники газовой войны с вами. Мы ее выиграли, между прочим. И судя по сводкам с нашей информационной передовой, да? Потому что 470 долларов. И вот вам еще 20 процентов. Да, и еще сохранение льготной цены на транзит по ценам 2008 года. Да. Да? И подарок в виде 20 процентной скидки. Вот этот 20 процентный подарок, это главное. Она, конечно, сцена. Это вот как изюминка, как такой, знаете, ягодка в торте. Да. Но я сейчас про сам торт хочу вам напомнить, что Международный валютный фонд, между прочим, Украине должен выплатить 15 миллиардов долларов, если вы об этом слышали. То есть, вот это вот торт так торт. И вот здесь возникает вопрос, смогут ли эти 20 процентов успокоить Украину? Потому что 15 миллиардов в любом случае взволнует ее в очередной раз. Вот будет ли 2009 год итоговым? Или все-таки в 2010, вы считаете, мы пройдем еще раз по этой дорожке? Если использовать вашу формулу, что лишние деньги это лишнее волнение, мне кажется, 2009 год вообще будет очень спокойный. Да? Потому что не будет лишних денег, я почти уверен в этом. А у нас была народная прорицательница, напомню, пожалуйста. Зулья Раджабова. Зулья Раджабова, да. Она сказала, что 2009 год, именно потому что денег ни у кого не будет, будет довольно-таки таким вот сложным годом. Народные волнения начнутся, особенно в Санкт-Петербурге. Почему в Санкт-Петербурге? Я откуда знаю. Но она же прорицательница. Но она не объяснила, она просто сказала. Она констатировала. Она это видит. Как петербуржец? Да. У нее живет мама там, брат. А это же колыбель же революции, где еще? Между прочим, сейчас же будут подано огромное количество исков, и в том числе Украине, и России по поводу того, что, ну, вы понимаете, некоторые европейские страны все-таки немножечко померзли в течение этих трех недель. И поэтому, вот как вы считаете, насколько это может изменить вообще политическую обстановку? Вот есть такая теория о том, что Запад прикладывает максимальные усилия, чтобы Восточная и Западная Европы не объединялись. Вот верите ли вы в это, как вы считаете, Михаил? Восточная и Западная Европа? Да. Чтобы не было некой консолидации. Вот эта Великая Европа, которая может объединиться, для этого все время кидать то здесь, то здесь. То есть Украине бы объединиться со своими братьями. Ну, тут скорее речь идет, наверное, о старой и новой даже Европе. Ну, да. Воспринимают, как старая Европа с традициями демократии. И вот эта вот Польша, которая вот пришла и накладывает вето, и опять вето накладывает. Но Польша, она всегда стояла за Украину, между прочим. И вот в дни оранжевой революции, и в эти дни было особенно трудно воевать на стороне Украины, потому что Польша могла померзнуть вместе со всеми. Но война действительно была, война настоящая. Вчера мне, значит, пресс-атташе украинского посольства, который вместе с нами ждал итогов переговоров, этих великих между Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко в Белом доме, в течение там нескольких часов мы там, в общем, ну не мерзли мы, да, вот, ну и, в общем, не грелись тоже. Рассказывал, что накануне, буквально позавчера, жестоко избили сына одного из сотрудников посольства, украинца. Здесь, в Москве. Здесь, в Москве, в школе, его, значит, благодарные сверстники, которые сказали ему, это, сначала, отдай газ. Не воруй газ. Отдай газ, понял? Хватит газ воровать. А вот, а он сказал, какой газ, да пошли, не дадим вам никакого газа, вообще, не будет вам газа, и еще мы Европу всю заморозим. И получил за это, ну, и был довольно жестоко избит. Потому что пошел на рожон, вот, мальчик, ему 9 лет. Ну, вот я только что хотела, боялась спросить, у вас возраст ребенка? Не бойтесь. Модель, да самое, то, о чем вы говорили, как раз. Вот мальчик 9 лет попытался разъединить Россию со всей Европой. Вот с фразой, то, что и Европу мы заморозим. Нет, это значит, это значит еще серьезнее, это значит, что народ поднялся у нас. Народ поднялся. Это не зря информационная война, она была успешной, со стороны России, по крайней мере. У нас народ встал уже. Даже 9-летние мальчики у нас идут на эту войну. Ну, я думаю, что 9-летние мальчики стоят и на Украине тоже, потому что, я думаю, они элитарны. На границах? Украина? Может быть, их отряды отведут сейчас? Нет, а что вы хотите, простите меня, страна, в которой, ну, в принципе, вот смотрите, страна, у которой всегда была хорошая ВПК, у нее было какое-то никакое сельское хозяйство. Вы сейчас об Украине? Конечно, ну, прекрасная, цветущая, на самом деле, богатая страна, страна, которая могла бы иметь все. Довела себя этими газовыми войнами? Да, когда, если ни газы, ни Международный валютный фонд, вообще непонятно, за счет чего жить. Вот за счет чего живет сегодняшняя Украина? За счет чего строится ее экономика? Ну, как за счет чего? Вот расскажите. Транзита. Газ, ворованного газа. Донбасс есть. Донбасс. Что еще? Вот атомную, например, экстрастрацию? Закарпатия есть. Закарпатия. Курорты вы имеете в виду? Нет, Закарпатия это интеллектуальный центр. Понятно, Силипоновая долина. Да, практически. И побережье. Смотрите, никто не хочет ее вовлекать в экономические процессы. В Польше строит атомный реактор, строит. Ющенко двинулся, сказал, давайте мы будем. Ему сказали, до свидания, мы без вас обойдемся. То есть, никакие близлежащие соседи в экономические процессы Украину не вовлекают. Грузия во всем готова, правда, извините, я забыла. Но непонятно, что именно делать. Ну, готова всегда. А чемпионат Европы по футболу 2012 года? Это главное не будем сбрасывать со счетом. Давайте, да. То есть, вы считаете, что самое большое достижение сегодняшней украинской демократии это чемпионат по футболу? Два достижения, как мы сегодня поняли. Какие? Чемпионат Европы 2012 года. И что вчера договорились? 20-процентная скидка. Скидка на ангарс. Ну, в принципе, вы всегда были трезвым человеком. Сегодня вы меня в этом еще раз убедили. Вы абсолютно правы. Да, это так и есть на самом деле, правда. Ну, я не то чтобы я прям рад тому, что я прав. И потом, кто это проверит на самом деле, прав я или нет. Нет, но это очевидно. Это даже проверять не надо. Да нет, но это проверяется экспериментальным путем. Я думаю, что все-таки 1 января следующего года, как и вот в этом году, все журналисты будут, которые так или иначе имеют отношение к газовой тематике, будут предупреждены своим руководством, что отпуска никакого не будет, новогодних каникул не будет, что будет, что сериал продолжится. То есть пойдет очередной перерасчет. И опять, да, идет уже война народная. А скажите, пожалуйста, Михаилович. Все равно это бессмысленно. Все, что связано с Украиной, на мой взгляд, там бессмысленно. Пока, да мне кажется, и дальше не с кем будет договариваться. Ну, если, например, договорились с Юлией Тимошенко, подождите. Ну, почему же с ней же, получается, можно? А со всеми остальными-то не договорились? Ну, давайте спросим. А знаете, сколько людей, с кем надо договориться? А никто больше не приехал. Только с ней договорились. Михаил, вот вам кто нравится? Вот возьмите все-таки... В каком смысле? Ну, даже, я не знаю, вот если бы вы, допустим, были уполномочены вести переговоры, а, как вы знаете, и на Украине, и в Грузии вообще иногда даже врачи становятся уполномочены вести переговоры, вот если бы вас уполномочили, вот с кем бы вы договорились бы, как вы думаете? Вы же как физиономист, как врач, все-таки делаете какие-то выводы по лицам людей. Вот лицо Ющенко, Тимошенко и Януковича. Ну, видите, я, наверное, я бы вообще не пошел этим традиционным путем, конечно. У меня есть пара знакомых в Украине, с которыми можно договориться о многом, поверьте мне. И я вот использую эти старые связи, так сказать, я бы... Они в Нафте работают, в Укргазе, где они работают? Да кто где работает? Там несколько туристических фирм есть, ивент-агентства. Вот, кстати, опять, вы знаете, что меня поражает Михаил? Интуитивно он все говорит правильно. Знаете, вот у меня была такая вещь, почему договорились? Вот есть Ренат Ахметов, он, кстати, ваш знакомый? Нет, нет. И, к сожалению, не ваш, и, к сожалению, не мой. Не могу сказать. Я честно сожалею, что он не мой знакомый. Вот Ренат Ахметов, чем он занимается? Тяжелой промышленностью. Ему газ нужен? Нужен. Кто страдает от того, что про газовую войну идет? Ренат Ахметов страдает. Еще страдает в кризис. Есть даже такая версия, что, может быть, вот, например, разные промышленные группы, в том числе и Ренат Ахметов, например, ну, не инвестируют, скажем так, а поддерживают те или иные блоки. Вот он поддержал Юлию Тимошенко. Юлия Тимошенко договорилась. Газ в Европу пошел хорошо, у Рената Ахметова все заработало. Хорошо. Могут ли другие промышленные группы, как вы считаете, теперь выступить, допустим, наоборот, как бы, инициаторами, вновь разлада отношений, разорвать контракт? Почему нет? Это интересно, реально. Вот вроде договорились. Могут порвать, допустим? Ну, может повториться эта история, чтобы опять уличили. Кстати, как уличают то, что газ воруется? Вот если, например, сейчас газ пошел, и все равно что-то там... Вот это интересно. Вот я согласен, это правда интересно. Как они воруют газ, например? Вот тоже интересно. Технически вы нам можете объяснить, Михаил? Не, ну, технически, как я понимаю, это все несложно. Забирается... Открывается вензель. Но труднее проконтролировать. Для этого на газокомпрессорных станциях должны быть специалисты. В данном случае ЕСовские, видимо, специалисты. Потому что там российские специалисты. Нет, подожди, специалистов там нет. Потому что украинские специалисты, если их спросить, ворует ли Украина газ, что-то мне подсказывает, что... Ответят нет. Ну, они... Сам оседает. Ну, задумаются они. А почему, кстати, они не разрешают наблюдателям смотреть? Я знаю, ну, когда все это происходило, вот когда вы были на даче, решили пригласить наблюдателей. Ну, чтобы наблюдатели там европейские посмотрели, что происходит. А украинская сторона говорит, вы смотрите, но и за плеч не заглядывайте. А как смотреть, если плечи мешают? Тоже вот непонятно. Мне вчера в бане, я же готовился к передаче тоже, понимаете? Я спросил, говорю, расскажи, там один есть такой высоко поставленный человек. И говорю, вот расскажи, пожалуйста, что происходит, как они воруют? Что произошло? Он мне сказал такую версию, что у Украины, на самом деле, огромные запасы газа существуют. Свои. Огромные эти хранилища находятся, насколько мне рассказывал вчера приятель, в западной части Украины. То есть они находятся где-то как раз упомянутым выше Закарпатия. И для того, чтобы прокатить... И кто-то из окружения Ющенко, когда, так сказать, проработался сценарий этой войны, сказали, что в принципе нам этот российский газ вообще не нужен. Мы можем год просуществовать без него, пусть они подавятся им. Но оказывается, существует технологическая какая-то особенность, что газ этот из западной Украины, для того, чтобы прокачать и заполнить им всю систему газоснабжения Украины, его нужно качать, в общем, против течения. Ну это и реверсы, так называемые газы. И вот об этом они не подумали. То есть все-таки мы нужны оказались. Но есть и другая версия, которую излагают источники, так сказать, среди российских переговорщиков, которые говорят, что все разговоры о том, что у них своего газа, их хранилища хватит на год, или, как они сейчас уже говорят, на два месяца, это полный блеф. У них там уже ничего нет, говорят они, раз. И второй блеф, это вот насчет вот этого реверса. Они говорят, мы из вот этих хранилищ, мы не можем, значит, пренебречь внутренним потребителям своим, мы из этих хранилищ будем качать на всю Украину, и поэтому не можем сейчас взять и открыть экспортную трубу, которая пойдет в другом направлении. Потому что эти два этих потока сойдутся, да, и кто-то пострадает. Либо западная Европа, либо наш потребитель. Но на это тоже есть точка зрения экспертов, там, российских, которые говорят, что это тоже, в общем, блеф. Да мне кажется, честно говоря, что, в принципе, через два-три дня, если все-таки все со всеми договорятся, с кем надо договариваться после того, как договорились с Тимошенко, все эти проблемы покажутся какой-то ерундой. И все это решится. Это все решится, но вы понимаете, вот вы говорите. Но ненадолго. Ненадолго, потому что, например, Виктор Ющенко до начала этой войны говорил о том, что Газпром разорен. И просто он сумеет разорить его до конца. Вот не говорил ли человек из бани что-то еще по поводу состояния Газпрома, например? Вот как вы считаете? Мне как болельщик питерского зенита... А, человек, наверное, из Газпрома-то и был. Я знаю несколько менеджеров из Газпрома, они точно не разорены, я в этом уверен абсолютно, потому что я их видел недавно. И в целом они нормально себя чувствуют. И более того, тот человек, который хочет разорить Газпром, вот все, я теперь Ющенко не доверяю окончательно. То есть вы перестали валять сейчас за Динамо Киев в этот момент? Я никогда не болел за Динамо Киев, и за шахтер Донецкий тоже, кстати. Но вообще дело не в этом. Нет, ну как это, разорить Газпром? Это как, знаете... За что, да? Откуда эта жестокость? Во-первых, это жестокость. Это просто... А вы знаете, я вот теперь понимаю вот эти истоки этой войны. Элементарные истоки. Просто у людей нет денег, понимаете? И им нужно купить этот газ как-то. Михаил, вы удивительный человек. То есть интуитивно, на самом деле, вот мы можем... Если бы мы были в Грузии, я бы вам сразу сказала, вы наш министр обороны. Но мы в России, я не могу это сказать, вы правы. И опять, честное слово, вы правы. Нет денег, да. Такая версия тоже высказывает. Конечно. Просто нет денег. И вот они выкруживают, думают, как рачительные хозяева. Ну что же такое, вот, может где-то ужать здесь, там. Где-то здесь немножко потырить из трубы, там. Здесь немножко оттуда газа пустим. И все, вот. И в итоге, понимаете, они нет денег. Их поймали с поличным в магазине, в том самом, где дали скидку потом. Понимаете? Их поймали с поличным. И, естественно, они говорят, они зовут людей, товарищей. Посмотрите, мы ничего не делали. Вот собираются вот это вот пресс-конференции, слетаются премьер-министры какие-то холодные, из холодных Словакии, Приднестровья и так далее. Правильно? Они все слетаются, они начинают решать вопросы, делают мину, или, как это говорят, при хорошей игре или при плохой. И все, пожалуйста, все сходится. Мне кажется, мы не зря провели этот вечер. Нет, абсолютно не зря. Для меня картина вообще стала есть. Нет, интуитивно вообще вы попали во все возможные яблочко. То есть вы все точно сказали. Знаете, еще Берлускони, вот наш большой друг, он все время предлагает объединяться. Он же говорит, давайте мы. Вот как вы думаете, после этого вообще еще какие-то дополнительные газовые консорциумы возникнут? И надо ли вообще их строить? И будут ли они некая гарантия того, что вот, ну как бы там, скажем так, дружба, предотвращающая очередные конфликты с Украиной? Мне кажется, чем больше консорциумов, тем лучше. Во-первых, рабочие места дополнительные, правильно? Люди на неплохих зарплатах будут сидеть. У них семьи, умножьте на три. И так, понимаете, получается, что, в общем, как минимум, набегает несколько десятков тысяч людей, полностью устроенных, на хорошем месте, с хорошей зарплатой. Я вот тогда, наверное, последний вопрос вам задала, Михаил. Вот мне лично интересно, в принципе, эта история, вот сейчас я, может быть, полнейший бред говорю, как обычно, но она может быть абсолютно революционным катализатором на Украине, в Украине, как вам больше нравится. Вот сейчас Юлия Тимошенко приезжает абсолютно победоносно, единственной договорившейся... С чеком вот так. Конечно, конечно. Выходит из символёта. Со скидочной пластикой карточкой. Президент Ющенко в данный момент просто, он абсолютно, его акции становятся равными нулю. Она, кстати, молчит сейчас, она ничего не комментирует, потому что ещё компания-то предвыборная не начала. Естественно, но она начнёт это рано или поздно комментировать. Чё, холостую сейчас, карточками бросать. Конечно. Как вы считаете, вот может ли вот эта история с Газпромом и очередная газовая война послужить новой революцией на Украине? Вот, например, если ставить в Манчестер-Юнайт и Зенит Юлия Тимошенко против Виктора Ющенко, кто выиграет? Я снимался как-то в программе «Самый умный». Я предрёк победу Обамы, кстати, между прочим. Да, это правда. Да, абсолютно. Ну, поэтому и победил. Кто следующий президент Украины? Мне кажется, что Тимошенко всё-таки. Вот это платье с молнией не даёт мне покоя, на самом деле. Сейчас никому не даёт покоя уже теперь. Не зря это молния, не зря этот свет выбран. Вообще как-то это с косой связано. Чёрное с косой вообще это очень сочиняется. На оптимистичной ноте я предлагаю закончить нашу передачу. Нет, а я предлагаю закончить на другой оптимистичной ноте. Я просто хотела сказать, что если у вас есть в руках молния и коса, то считайте, что победа за вами. У меня есть другая история, значит, в запасе. Вот в тот момент, когда шли напряжённые переговоры о создании газово-энергетического консорциума, я был на главной площади Дрездена, в этом у них был такой день города. Но было очень холодно. Вот эта огромная площадь, она была усеяна, усеяна вся, вот этими газовыми горелками. Их были десятки, вот эти газовые горелки. И людям было тепло. И я вот, я только не понимаю, ну, что им ещё в Западной Европе не хватает, если у них столько газа, если у них на обогрев одной площади при минус пяти уходит столько же газа, сколько у Украины на работу всей её, той самой. Вы позволите на этом вопросе закончить нашу передачу. Очень красивая, символичная картина. Да. Покупайте газовые горелки, пока не поздно. И сверху. До встречи ровно через две недели. Да, мечты сбываются. Это была программа «Нереальная политика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин